Свою небес ты удержителю души истинный, И шеешь детский, ища исполняй. Рождественский Филиппов пост Двойное название поста объясняется просто. Он начинается на следующий день после Дня памяти апостола Филиппа, одного из двенадцати ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун Великого праздника Рождества Христова. Эти два дня как бы обрамливают собой сорокадневный период поста. Отсюда и его название. Рождественский пост Зимний пост, он служит для нас к освящению последней части года, таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова. Лев Великий пишет «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении, и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотую пожеланий». По словам Льва Великого, Рождественский пост «Есть жертва Богу за собранные плоды». «Как Господь ущедрил нас плодами земли», пишет святитель, «так и мы во время этого поста должны быть щедры к бедным». По словам Симеона Фессалоникийского, пост Рождественской Четыридесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертания словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся его божественной плоти. Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы мы чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия, и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению. Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относятся к древним временам христианства. Уже с IV века святой Амвросий Медиаланский, Филастрии, Блаженный Августин, упоминают в своих творениях Рождественский пост. В V веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий. Первоначально Рождественский пост делился у одних христиан семь дней, у других несколько больше. На соборе 1166 года, бывшем при Константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост перед Великим праздником Рождества Христова 40 дней. Антиохийский патриарх Вальсамон писал, что сам святейший патриарх сказал, что хотя дни этих постов Успенского и Рождественского не определены правилам, а нуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и долженствуем поститься от 15 ноября. Рождественский пост, последний многодневный пост в году, он начинается 15-го, 28-го по новому стилю ноября и продолжается до 25-го декабря, 7-го января по новому стилю. Он длится 40 дней и потому именуется в церковном уставе Четыре десятницы, так же, как и Великий пост. Начало этого праздника относится к временам апостолов. В апостольских постановлениях говорится «Христиане, братья, дни праздничные и, во-первых, день Рождества Христова, которое допразднуется вами в 25-й день 10-го месяца». Там же сказано, «День Рождества Христова допразднует, вон же начинаемая благодать дана человеком рождением Божия Слова из Марии Девы на спасение миру». Во втором столетии, на день Рождества Христова, 25-го декабря, юлианского календаря, указывает Климент Александрийский. В III веке о празднике Рождества Христова упоминает святой Ипполит. Во время гонения христиан Диоклетианом в начале IV века, в 303 году, 20 тысяч некомедийских христиан было сожжено в храме в самый праздник Рождества Христова. С этого времени, когда Церковь получает свободу и делается господствующей в Римской империи, праздник Рождества Христова мы находим во Всевселенской Церкви. Как это можно увидеть из поучений святого Ефрема Серина, святого Василия Великого, Григория Богослова, Григория Низского, святого Амвросия, Иоанна Златоуста и других отцов Церкви IV века на праздник Рождества Христова. Никифор Каллист, писатель XVII века, в своей церковной истории пишет, что император Юстиниан в VI веке установил праздновать Рождество Христова по всей земле. В V веке патриарх Константинопольский Анатолий, в VII – Сафроний и Андрей Иерусалимский, в VIII – Святой Иоанн Дамаскин, Казьма, Маиумский и Герман, патриарх Цареградский, в IX – преподобная Кассия и другие, имена которых нам неизвестны. Написали для праздника Рождества Христова многие священные песнопения, которые и ныне звучат в храмах для прославления светло празднуемого события. Во времени возникновения Рождественский пост, один из самых древних, о его существовании упоминает уже святитель Амбросий Медиаланский, который скончался в 397 году, и учившийся у него блаженный Августин, а римский епископ Лев Первый Великий называл Рождественский пост древним установлением и жертвой Богу за плоды, собранные в летнюю и осеннюю пору. В ранней церкви Филиппов пост предшествовал празднику Богоявления. Именно так, днем явления Бога в мир, называли в те времена христиане праздник Рождества, а тот праздник, который мы называем Богоявлением сегодня – Крещение Господне. Присоединяется к главному Богоявлению, встраивался в единый праздничный цикл, длившийся несколько дней подряд. О том, что Рождество и Крещение Господне первоначально были одним праздником, нам напоминает и устройство богослужения. Обе службы начинаются с Великого Повечерия и особенная подготовка к обоим торжествам. В день накануне праздника, сочельник или на вечерие, пост становится особенно строгим. Миряне же стараются по возможности просто уменьшить количество пищи. В этот день в церкви совершается особенно торжественное богослужение. Если день будний, то читают царские часы более продолжительные, чем обычно, с фрагментами из Ветхого Завета, чтениями из Апостола и Евангелия. Царскими эти часы называются потому, что в древности на них присутствовали члены царской фамилии. А вечерня, которая против обыкновенная, служится утром, плавно переходит в литургию Василия Великого, так же, как в Великий Четверток на Страстной Седмице. Во все дни рождественского поста церковный устав, то есть типикон, предписывает воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов. По понедельникам, до Дня памяти святителя Николая 19 декабря, можно есть горячую пищу без масла. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье, рыбу и постную пищу с растительным маслом. Самый строгий пост традиционно в среду и пятницу, то есть сухоедение, овощи, фрукты, хлеб. Впрочем, если на среду или пятницу попадает праздник введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, то разрешается рыба. После Дня памяти святителя Николая и до Дней предпразденства Рождества, рыба разрешается только в субботы и воскресенье, а пост в другие дни становится строже. В Дни предпразденства пост самый строгий, рыба не вкушается вообще, пища с маслом только в субботы и воскресенье, а в сочельник с вечера 5 января до вечера 6 января. Существует традиция не есть ничего до появления первой звезды, после чего принято подавать на стол сочева, варенье в меду, зерна, пшеницы или отваренный рис с изюмом и другими сухофруктами. Любой многодневный пост и рождественский в том числе готовит нас к максимально глубокому, полноценному переживанию предстоящего праздника. Цель постящегося христианина добиться, чтобы встреча со Христом в праздничный день стало для него действительно важным событием, подготовленным и усиленной молитвой и подвигом воздержания. Человеческое тело и душа взаимно влияют друг на друга, поэтому, ограничивая себя в физическом плане, например, в еде, мы помогаем и душе, мы перестаем разбрасываться по сторонам и больше концентрируемся на духовной жизни, молитве, размышлениях о Христе, на исполнении его заповедей. Кроме того, ослабляя тело, менее калорийное, чем обычно пища, мы учимся подчинять наше желание разуму и воле, а разум и волю Богу. В Евангелии рассказывается, что перед выходом на проповедь Галилеи и Иудеи, которое суждено было длиться три с половиной года, Христос ударился от людей и строго постился сорок дней и ночей. Столько же прежде него поселись и Моисей, когда взошел на гору Синай, где Бог дал ему десять заповедей, и пророк Илья, сорок дней шедший без еды питья в горе Хариф, где его ждала встреча с Богом. Характерно, что именно в конце сорокодневного поста спасителя попытался искусить дьявола, очевидно полагая, что пост физически истощил Иисуса и сделал менее стойким. Но духовно Господь, наоборот, укрепился и все искушения преодолел. Тем самым он показал, что пост лучшее оружие против искусителя, о чем говорят в один голов все святые отцы, и подготовился к своему служению в мире. В память об этих событиях и рождественский пост, готовящий нас к переживанию события Рождества Христова и Великий пост, пришествующий празднику Воскресения Христова, длятся по сорок дней и именуются в церковном уставе Четыридесятницами. И поэтому используем эти святые дни для молитвы, для подавления своих телесных и духовных страстей, чтобы встретить младенца Христа, которому всегда слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok